На решение Киева Москва ответила симметрично, запретив украинским авиаперевозчикам полеты в Россию. По мнению экспертов, подобные шаги свидетельствуют о том, что противостояние между двумя странами будет долгим. Это, конечно же, дальше обостряет ситуацию или, скажем, осложняет. Может быть, не обостряет, но осложняет. И я думаю, это просто тоже некий ответ на то, что конфликт между Россией и Украиной будет долгим. И что из этого сейчас делаются разного рода выводы касательно разных сфер общения между Россией и Украиной. Авиакомпании уже подсчитывают ущерб. Международные авиалинии Украины считают, что потери превысят 10 миллионов долларов. Аэрофлот и Трансаэро пока цифры не называют. Впрочем, наблюдатели полагают, что серьёзных финансовых проблем у российских авиаперевозчиков не будет. Насколько велики потери в конечном итоге, зависит от количества пассажиров, которые путешествуют на дальнее расстояние. Например, летят в США и на Дальний Восток аэрофлотом с пересадкой в Москве. Потеря нескольких тысяч клиентов в месяц точно приведёт к убыткам в размере от 10 до 20 миллионов долларов. Но всё это будет компенсировано российским государством. Под украинские санкции не попал только один крупный российский авиаперевозчик – ЮТЕР. Компания планирует увеличить частоту рейсов на российско-украинском направлении. Но рост цен на билеты по этому маршруту практически неизбежен. И это ударит по кошельку часто летающих пассажиров. У россиянина Ярослава Турханова много клиентов в Киеве. Следующую поездку он планировал как раз на 25 октября. Но теперь не знает, как будет добираться. На самом деле я собираюсь возвращаться в Киев после 25-го. Мне самому будет интересно, как это сделаю. Но пока верю в ЮТЕР. По словам Ярослава, в Киеве не поддерживают это решение властей. Впервые я слышу в Киеве явную критику действий киевских властей от тех, кто до этого их поддерживал. То есть очень многие считают, что это неправильное решение. Оно не служит интересам Украины в том числе. В Росавиации утверждают, что решение Киева ударит по самим гражданам Украины. По данным российских авиакомпаний, более 70% пассажиров всех рейсов между двумя государствами составляют украинцы.